Декоративно-монументальные росписи Ниголая Гурщенкова украшают улицы в историческом центре Бреста, а потому с его творчеством знакомы многие брещания и гости города. В юбилейной экспозиции художника, которому исполнилось 70 лет, представлено более 60 живописных и графических работ, созданные в разные годы. Среди них совсем свежие пейзажи Бреста, его окрестности, а также выполненные тушью черно-белые картины сюжетов советского времени. Работы выполнялись разное время. Мое творчество можно разделить на два периода – Гомельский и Брестский. Вот немножко работы у меня здесь из Гомельска перееду, вот там на стенке, а остальные в основном посвящены Бресту, потому что вот в 90-е годы, в начале 90-го, переехали мы из Гомеля в Брест, моя семья, и начался период, когда я работал непосредственно на Брестчине в Бресте. Много лет работал в музее, много делал на объектах, по городу. Техника, которая требует дисциплины и времени, графика покорилась Николаю Гурщенкову. Разбросанные на первый взгляд хаотичные линии складываются в общую картину. Портреты с выразительными деталями, сюжеты из молодости художника – все это выполнено весьма профессионально. А пепельная красота его сельских пейзажей, которая добавляет им осенние печали, дает возможность каждому удовлетворить свои эстетические потребности на 100%. Спектр тем для картин у художника широко многогранен, а потому обратить внимание на вернисаж стоит. На все работы Николая Игнатьевича стоит обратить внимание, что они действительно достойные. Единственное, что хотелось бы отметить, это высокая академичность работ, как и любого профессионального художника. Знаете, в последнее время проходят самые различные выставки, но вот когда встречаешься с академичностью работ, это всегда показывает высокий уровень автора. Николай Гурщенков, представитель Советской школы искусства, демонстрирует в своих картинах не только высокую академичность, но и понимание настроений живописных пейзажей, которые очень глубоко и тонко чувствует художник. Впереди у мастера, несмотря на свой золотой возраст, большие планы. Останавливаться он не планирует. Если я скажу, что вот она работа моя самая такая, самая, то я дам как бы себе знак, что все, дальше движения и нет. Они все, это моя работа, мне чем-то дорого. Одна по одним качеству, другая по другим качеству. Я надеюсь, что я еще буду создавать новые работы, которые в персональном плане, возможно, будут выше, может, лучше, во всяком случае стремление такое будет. Ирина Кузьмич, Адалья Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания ВУК-ТВ.